Саламу алейкум, ассаламу алейкум. К вам же, Асад Хазрат, у нас вопрос тоже касается нашего проекта. Там у нас есть тема, связанная с добрыми делами и вообще, в принципе, с тем, чтобы в этом году каждый решил содержать пост, несмотря на то, что даже не держал ни разу, может быть, день, два, три, десять, а может быть, сегодня начал человек и вообще поймет, что ему это возможно. Расскажите, пожалуйста, про ту особенную ситуацию, посткарантин. Впервые на моей памяти за 30 с лишним лет мы находимся в такой изоляции в Рамадан. Мы вчера первый таравих не прочитали в мечети, мы читали его дома и дальше, скорее всего, это будет так, что я слышал, что, ну, даст Бог, чтобы мы вообще праздничную молитву читали в мечетях, да, и то не факт. Поэтому скажите, как посткарантин сделать лучшим постом в своей жизни, пожалуйста, для своих зрителей и для наших зрителей. Спасибо. Я вас поздравляю, Азат Фенди, Альхамдуля, с наступлением месяца Рамадан и всех братьев, всех сестер. Пускай Аллаху, это будет нашим, Альхамдуля, таким именно Шахару Мубараком, то есть благодатным месяцем, когда Рух Мухаммад, саллаху алейху ассалям, обращался к сахабам и говорил, Атакум Шахару Мубарак, пришел к вам благодатным месяцем. Я прошу Всевышнего Аллаха, чтобы именно этот Рамадан был таковым. Конечно, сейчас то, что мы, даже вчера, когда мы, ну, перед Таравихом, когда собирались с семьей, я говорю, как-то для меня непривычно сейчас мы стояли в мечети проводить Таравих-намаз, то есть джамаатом вот в этой льби, вот в этом кругу братьев, там, прихожан. Но, Альхамдулиля, мы, также многие мусульмане, наверное, хотели бы, не чувствуя сейчас мечеть, и думают, как этот месяц будет у меня без мечети, как будет этот Рамадан без Таравиха, как будет, то есть, во-первых, хотелось бы сделать некое такое напоминание. Всевышний Аллах в Коране говорит Может быть, вам что-то не нравится, но это лучше для вас. А может быть, вы что-то хотите, что-то любите, но это хуже для вас. Только Аллах знает, а вы не знаете. Также в Коране Всевышний Аллах сказал Не дано тебе знать, может, после этого Всевышний вынесет какое-то решение. Если посмотреть на историю Азат-Ифенди, Муса с Хидром, когда они плыли на корабле, в Сур-Талеках написывается эта история. И когда Хидр сделал дырку, то есть, продоверявил корабль, когда, Субханаллах, Муса-Иба, это горе, То есть, Муса, алейсалям, удивился, для чего ты это сделал? Почему ты, для чего ты, ты, говорит, сделал эту дырку для того, чтобы утопить, потопить всех, кто находится на этом полубе. Хотя он не знал, что есть Малик, есть царь, есть, то есть, да, когда достигал суши, корабли достигали, То царь брал и неполоманные корабли забирал полностью со всем тем, что в нем есть, а которые, так скажем, продырявленные, такие, неполноценные, он оставлял. Поэтому мы не знаем, где благодать, где, в чем мудрость Всевышнего Аллаха, Субханаллах, но эта мудрость, она есть, присутствует, но в чем благо для нас именно. Если посмотреть на, опять же, возвращаясь в Сиру, пророка Мухаммада, саллаху алейхи салям, мин аджмали айямы, нубуа, то есть, самый красивый, так сказать, манбаан нубуа, начало пророчества посланника Аллаха, саллаху алейхи салям, где было в уединении, когда он был в Хира, в пещере Хира, оставался там один, размышлял над созданием, над творением, размышлял о Всевышнем, размышлял о создании гор, небес, земли и так далее. Это самые такие прекрасные времена были посланник Аллаха, саллаху алейхи салям. Поэтому, что хотел сказать, и также сейчас, так скажем, человек в таком неком экзамене, если раньше, как у нас был, например, день проходил, мы ифтар делали, я уже сам забыл, уже, альхамдалля, сегодня буду дома, ифтар делал, сам забыл, когда я ифтар дома делал. Да, 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 да. Каждый из нас мужчина сегодня имам, альхамдалля, в своей семье. Поэтому у каждого сейчас вот такое-некое испытание, здесь Аллах, саллаху алейхи салям, испытывает. Я записал тут некий, так скажем, барнамич, ну, как наброски сделал, то есть, как вообще программу использовать, чтобы провести вот этот вот именно Рамадан в наших домах. Потому что, как мы сказали, то есть, сегодняшний Рамадан не похож на предыдущие Рамаданы, то есть, мы дома проводим его, и так же, как бы, как его провести вот именно с благодатью, чтобы, иншаллах, с барракатом, чтобы вот это вот время не терять. Некие такие наброски, как бы, сделали. Поэтому, давайте возьмем, как бы, начиная с ифтара. То есть, наш день, начиная с ифтара. Который скоро будет, кстати говоря. Который скоро будет, иншаллах, да, иншаллах. Кто-то уже там пишет, братья некоторые уже в других городах. Уже сделали ифтар, да. Вот мы сейчас, аль-хамду-ля. Перед ифтаром есть дуа пророка Мухаммада, саллаху алей-саляму сказал, Для постящегося перед ифтаром есть время для дуа, который обратно не возвращается. То есть, Аллах, субхану-ля, принимает. То есть, Аллах, субхану-ля, все, что ты хочешь, все, что желаешь, именно ты обращаешься к Аллаху. Ты остаешься наедине, и ты просишь у Аллаха, субхану-ля, благодаришь его, и обращаешься к нему искренне своим сердцем. Именно эта дуа зафиксирована. Если ты получишь в этой жизни, увидишь, Миша Аллах. Если хайр, может быть, для тебя не в этой жизни, а в вечной, ты увидишь то, что просил даже в более, так скажем, больших количествах от Всевышнего Аллаха, субхану-ля, или Аллах через эту дуа простит твои грехи, или отдалит от чего-то плохого. Сделали ифтар. Ифтар посланник Аллаху, саллаху алей-саляму, посланник Аллаху, саллаху алей-саляму, делал ифтар или рутабом, свежим фиником, или фиником, или водой. Один из трех. Поэтому, если этого нет, ну, аль-хамбля, вода у всех есть, финики, если нет, как бы некоторые спрашивают, может быть, урюком там сделать. То есть, дальше, если, может быть, помните, раньше у нас стариков, как бы, в мечети, изюм накладывали, изюмом сделали ифтар. Поэтому, вот, именно фиником, вот, изюмом, сухофруктом каким-то, или водой сделать именно ифтар. Сунна делать это, уитр. Сунна сделать нечетным количеством, то есть, или одним фиником, или тремя, или пяти, или семи. Также, если глоткие воды, или это один, или три глотка, то есть, чтобы, мы берем еще тут награду, потому что следуем посланник Аллаху, саллаху алей-саляму. После этого мы читаем Магреб, намаз Магреб. Перед тем, как перейти к намазу, хотелось бы сказать, есть такой аят в Коране. Сделайте свои дома кибли, направлением на Каабу, и молитесь, читайте намаз. Поэтому сейчас то время, когда мы делаем свои дома кибли. Поэтому хотелось бы всем также некий такой совет дать, сделайте в своем доме, кого позволяет, одну комнату в этот месяц Рамадан, именно пока мы сидим с вами на карантине, чтобы она была как мечеть. Там постелите отдельные коврики, намазлыки, джей-намазы, там чтобы отдельный запах был, вот именно чтобы напоминал тебе вот этот дух, вот этой мечети. Чтобы ты заходил, знал, что вот эта комната, где идет благовоние, запах, намазлыки, коврики, это как бы именно то место, где ты молишься, где ты обращаешься, общаешься со Всевышним Аллахом, субханаху ата'але. Поэтому у кого есть дети, кто-то из детей должен сказать азан, второй пускай скажет икама, отец проводит намаз. Если взять мадхаб шафи'и, то можно проводить намаз, если у кого-то сыновей еще не достигли зрелого возраста, и если он хорошо читает Кур'ан, ничего страшного по шафи'исту мадхабу, если он тоже проведет намаз. Но если нет, то сам отец проводит намаз, после намаза один из сыновей пускай сделает дуа, в другой день супруга пускай делает дуа, в третий день там сам сделаешь дуа, иншаллах, поэтому Кур'ан кто-то из детей почитает, маленькие аяты и так далее, чтобы они тоже прививались, аль-хамдуля. После этого садимся за стол, за трапезу, аль-хамдуля, кушаем, иншаллах, и потом мы должны как бы минут тридцать, минут тридцать оставить время до таравих намаза, до аиша. Почему я говорю это? Потому что дабы маленько поразмышлять над тем, как вот то, что сейчас начнется ночь, когда мы будем молиться, читать намазы аиша, после этого читать таравих, дабы уединиться, почитать тавсир, например. Это месяц Кур'ана, месяц тавсира, то есть мы должны изучать Кур'ан, размышлять над Кур'аном. Поэтому братья, которые у нас прихожане знают, то есть я в основном как бы ифтар делал всегда в мечети, в мечети или в шатре Рамадана. То есть я не старался идти куда-то на ифтар. Почему? Потому что в Москве как бы пробки, пока ты едешь, потом ты пару раз, когда я куда-то ездил на ифтар, приезжаешь прямо перед Азаном, а ты еще стоишь имамом, и как-то Аллаху Акбар, как-то у тебя все на автомате. А ты должен успокоиться, уединиться, поразмышлять. То есть ты тухат, сейчас ты начнешь общаться, обращаться к кому? К Творцу, к Малику Муллю, к Милостиву Милосердному, к Царю всех царей. То есть к нему ты обращаешься, ты должен некое спокойствие вот это поймать, и потом уже читать намаз. Альхамдилля. Значит, прочитали еще 4 рака'ата намаза, сделали тазбиха, зикр, 2 рака'ата сунны прочитали, и после этого таравих намаз. Вот здесь сейчас мы пока выходили в эфир, тоже ответили на вопрос, сколько читать таравих? 20 или 8? Посланник Аллаху Алейсалам читал 8, во время Умара б. Хаттаба читали 20. Вообще, как вообще история таравиха? Пророк Мухаммад, с.а. читал таравиха в мечети. Потом уже боялся, что люди подумают, что это станет фардом, что это станет обязательным. После этого он оставил. Потом во время Абу Бакар, люди читали, каждый сам по себе, то есть не жамаатам. То есть мы сейчас возвращаемся во времена Абу Бакара с вами. То есть каждый сам по себе читал таравиха. Потом Умар, когда он стал правителем, он собрал опять жамаат для таравих намаза и поставил имама Убай ибн Ка'ба и Тамим ибн Уэйс Аддари. Он их поставил имамами, дабы они проводили таравих намаза. Теперь задается вопрос, сейчас, когда мы находимся дома, когда лучше читать намаз таравих? И какая разница между тахаджудом и таравихом? То есть тахаджуд и таравих это одно и то же или нет? Таравих это кияму лейли, это выставили на ночь. То есть то же самое, что тахаджуд намаз в обычные дни, когда читаешь, это то же самое, просто в Рамадане называется таравих. Это раз. Второе, читать его, когда поближе к таравиху или сразу после ночного намаза, сунно его читать после айша намаза, потому что пророк Мухаммад салаллаху алейхиссалям и сахабы читали после айша. Поэтому суэля Ахмад бин Хамбал, имама Ахмад бин Хамбаля спросили, почему ты не оттягиваешь таравих намаз ближе к утреннамазу вот на последнюю треть ночи, читаешь сразу после айша, на что он ответил, сунно мусульман для меня более любимый. То есть сунно мусульман, имеется ввиду во времена Абу Бакара, во время Умара, во время, они читали, во время посланника Аллаха салаллаха, читали после айша сразу. То есть прочитали таравих намаз, после этого витр, прочитали витр, и альхамду лля, есть время. Вообще посланник Аллаха салаллаху алейху ассалям кана юхи и лаяли Рамадан. Посланник Аллаху салаллаху алейху ассалям не спал в ночи Рамадана. А когда наступали последние 10 ночей Месяца Рамадана Посланник Аллаху Всех будил Свою семью Супругу Детей Чтобы они Все кто могли читать намаз Он их будил Дабы они воспаляли Поминали по ночам Всевышнего Аллаха Ночь провели Раньше у нас были какие-то дела До пандемии Туда надо было поехать Сюда нужно поехать На работу Сейчас времени много Поэтому нужно заполнить это время Читаем Куран Есть время Проси Аллаха прощения Как Аллах в Куране говорит Когда Они находились в бессонности Ночью они Сахабы И верующие Тоже такого сафата Должны придерживаться Делают истихтвар Просят прощения В Аллаху Субхану ва Та'али И читайте Куран Альхамдулля Месяц Куран Поэтому больше Сделать акцент на Куран Минимум мы с вами Кто читает Куран Умеет читать Куран Минимум должны Весь Куран полностью За весь месяц прочитать Один джус в день Это минимум Кто больше может Альхамдулля Это еще лучше Кто не может читать Куран Пусть читает Тафсир Перевод Курана То есть Основно Мы должны понимать Мы должны понимать Для чего Куран Аллах не спасал Не просто его Чтобы нараспев читать А чтобы размышлять Всевышний Аллах Сказал Неужто они Не размышляют Над Кураном Или на их Сердцах замки То есть Опять же Аллах Описывал Куран Сказал Это разъясняющее знамение В сердцах Обладатели знаний Не в уме Не в разуме В сердцах Так же Аллах В Куране Говорит Почему не размышляет Или на их сердцах Замки Хотя размышляет Надо мозгами А тут именно Аллах Сказал Потом Всевышний Аллах Субхану Сказал Описывал Куран Всевышний сказал Это Неспосылание От Господа Миров И с этим Кураном Аллах Послал Выбрал Чтобы Именно Эту миссию Донес До посланника Аллаха Кто? Ангела Джабраиля Аля Калбик На твое сердце Обращайся к Мухаммаду Саллаху Аля Дабы ты был Из числовых Вещевателей На четком Ясном Арабском языке То есть Здесь Фадл Фадайль То есть Достеприимчивость То что Во-первых Это Куран Самого Аллаха Субхану Второе То что Самого лучшего Из ангелов Аллах Избрал Для этого Третье На самое лучшее Сердец На сердце Салла Аллаху И на самом Прекрасном Красивом Языке На языке Тех людей Которые будут Общаться На этом языке Арабском языке То есть Именно здесь Сказал Субхану На сердце Как же Аллах В Куране Говорит Есть ли у них Сердца Именно размышлять Душой Сердцем Не просто На уровне Где-то разума На уровне Ух Нет Слуха Именно на уровне Сердца Мы должны Углубиться И размышлять Над этим Кураном Алхамдулля Читай его Если читаешь Перевод Или читаешь На арабском Или читаешь Вот афир Алхамдулля То есть Не цель Просто сколько Чтобы ты больше 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 Прочитал И ничего Не понял Из этого И твоя жизнь Не изменилась Нет А чтобы ты Размышлял И изменялся Иншалла Следуя Курану Также Что касательно Вот этого Прочитали мы Наступила утренняя Молитва Пускай один из детей Скажет Адаль Прочитали Сунну И хорошо было бы Также Например Договариваться Как мечеть Мы например Оставляем время До икама 5 минут До икама 10 минут Тоже так же Чтобы семья Приучалась Например Так Сейчас Адаль 10 минут Подготовиться Начинается Фарт-намаз Тоже некий Такой Джавур То есть Ты живешь Таким Знаешь Вспоминается Мечеть То есть В семье Есть некий Такой Как бы Порядок Что Все вместе Собираются На молитву После утренамаза Делать Афкар Вспоминать Всевышний Аллах Потом Мы отправляемся В сон Если есть возможность У кого-то Если кому-то Наработать надо До восхода Дождаться В это время Благодатное время Когда я делал Дикар Поминать Всевышнего Аллах После этого Прочитывать Салят То есть Намаз После восхода Солнца Сказано То кто Прочитал Утренную молитву После этого Поминал Аллах Дождался Восхода После этого Прочитал Два раката Намаз После восхода После широкой Минут Двадцать Трождаешь Два раката Намаза Ему будет награда За хадж За умру Полный Полный Сказал посланник Аллаха В других Риваятах Сказано Награда За умру Потом уже Здесь уже Как бы Индивидуально У каждого Подход Кто во сколько Просыпается Кому-то Может быть Надо В десять Проснуться Кому-то В девять Кому-то В восемь Но максимум Нужно Это Чтобы До Зухра Намаза Так скажем Потом уже Перед Зухром Проснулись Прочитали Молитву Сунны Все читаем После Между Зухром И Асром Сделать Тоже Какой-нибудь Например Барнамич Один из То есть Барнамич Имейте ввиду Какую-то Программу Одна из Сунн Которая Сейчас Во многих Домах Она Умерла Это Шура Шура Это имеете Аллах В Коране Говорит Такая В Коране Еще раз Совет Их Именно Дела Это был Совет То есть Имеется Ввиду Сахабы Советовались Друг с другом Также Было бы Хорошо Если Например В день Уделить Минут Десять Например Пятнадцать Времени Чтобы собрать Семью Муж Супругой В чем-то Посоветовались Понятно Что Карар Последнее Слово За мужем Но Однако Если Жена Что-то Советует Дети Что-то Пускай Даже Сидят Слушают Например О чем Можно Советоваться Например Сколько Джузов Сегодня Будем Читать На Таравих Намаз Какую Суру Хотите Сегодня Что Прочитать Ага Ты Сынок Что Скажешь Ты Что Скажешь Там Супруга То есть Вот Такое Как бы Именно Оживить Вот Эту Сунну Как раз Есть Место Сейчас Чтобы Как раз Мы Когда Находимся В домах Альхамду Уникальная ситуация Уникальная Ситуация Столько Возможностей Мы Даже Может Все Не Осознаем Вы Сейчас Поэтапно Раскрываете Я Поражаюсь Что Благо Просто В каждом Действии Есть Благо Что Мы Дома Находимся Конечно Конечно Это Мило Что Аллах То есть Поэтому Опять Возвращаясь Что Вам Не Нравится А Это Лучше Для Вас Только Аллах Знает И Мы Должны Беречь Этот Рамадан Задают Вопрос Когда Я говорю Аллах Откроется Пройдет Это Как Усульмана Было Говорят Хатам Кольцой Написано Было И Это Пройдет Поэтому Но Может Быть Уже Не Вернется Этот Рамадан Такого Уже В жизни Больше Не Встретим Поэтому Мы Довны Воспользоваться И Ценить Это Сейчас Завтра Опять У нас Будет Шатер Рамадана То есть Народом Много У тебя Не будет Время Пообщаться Семьей Побыть Семьей Почитать Семьей Мы Должны Ценить Этот Рамадан В этом Есть Благо Также Сказали Азан На Зухар На Обеденном Сказали Азан Также Между Азаном И И Оставляйте Чуть Время Чуть Время Это То Время Чтобы Сделать Дуа Посланник Аллаха Сказал Одно Из Благодатных Время Когда Аллах Принимает Дуа Бейн Азан Между Азаном И Каматом В это Время Мы Должны Простить Аллах Дуа Сунны Все Читаем Парды Читаем После Зухра Намаза Опять Я По себе Скажу Возвращаемся Куран Читаем Дальше Продолжаем Читать Аяты Читать Тафсир И так Далее Шуру Провели После Зухра Намаза И Также Дуа Небольшой сон Пусть будет 10 минут Пусть будет 15 минут Но этот именно сон В котором есть баракад Сказал Аллах Не делать Хайлюлю После Асра Нет После Асра Вреден сон Именно После Зухра До Асра Намаз На Аср Намаз Встали Время Асра Намаза Пришло Но Также Когда приходит Время Намаза Асра Говорится Адан Также Оставляется Время Для этого Чтобы сделать Дуа И Также Есть Сунна Забытая То есть Обычно Мы С вами Знаем Что Аср Намаз 4 Рака 4 Фарда Сунна Нет Но Есть Сунна Забытая Которая Пророк Мухаммед Постоянно Читал Перед Асром Это Смотрите Сунна Рават Сунна Которая Привязана К Фарду Как Во время Скажем Вогра Намаза Четыре Сунна Два После Или А есть Которая Постаник Аллах Он не Привязывал Но Не Оставлял Именно Четыре Рака Два По Два Перед Асром И На Это Есть Хадис Пророк Мухаммед Сказал Аллах Проявляет Милость Своему Рабу Если Он Читает Четыре Рака Перед Асром То есть Милость Аллаха Не Спасылается На Этого Раба Если Касательно Утрен Сунны Утрен Намаз Посланник Аллах Даже Пути Не Оставлял И Говорил Рака Утрен Намаз Перед Фардом Лучше Чем Вся Эта Дунья Все Богатство Которое В нем Есть То есть Лучше Чем Эта Дунья И Все Что В ней Есть Представляете Если Сейчас Подумать Если Сейчас Вам Дадут Все Богатство Этого Мира Золото Серебро Бриллиант Только У вас Больше Ни У Кого Все Этой Дунья Вы Самый Богатый Человек Но Посланник Аллах Сказал Два Рака Еще Лучше Чем Эта Дунья И Все Богатство Которое Есть То есть Судный День Человек Эту Награду Увидит Читает Читает Два Раката Утри Намаз Перед Фардом После Асра Можно Если Сейчас Во двор Можно выйти Можно Прогуляться Походить Мне кажется Наверное По спорту Дали Рекомендация Хорошая Можно Походить Размышлять Над аятами Кто Куран Знает Повторять В голове Размышлять Над этим И уже Готовиться Постепенно К эфтару То есть Именно Как сказал Пророк Мухаммад Дела Расценятся По последним Делам Сейчас Как раз Мы с вами Последние Минуты Этого Поста Сегодня Три Великие Собрались Это Пост Это Месяц Рамадан И это Пятница Последний Час Пятница Поэтому Мощная Дуа Которая Аллах Принимает В эти Минуты Как раз Сейчас Мы должны Готовиться К этому С вами Это Как бы Вкратце И Также Хотелось Обратиться Ко всем И сказать То есть Альхамдуля Беречь То что мы Имеем Альхамдуля Ценить То что мы Имеем Благодарить Аллаху Субханава 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 Валлахи Как у вас Болят сердца По мечетям Так же и у нас Болят Мы вместе С вами Эту боль Переживаем Валлахи Семьей Там может быть Близкие Пришли кто-то Альхамдуля Включили Болгавоник Помазали С лучшими Духами Аудом Одели Лучшую одежду Читаете Куран Как будто Ты Мечеть Альхамдуля Поэтому Давайте Мы с вами Сделаем Наши дома Мечетями Давайте Мы с вами Сделаем Дома Наши Сейчас Мечетями Чтобы Здесь тоже Альхамдуля В каждом доме Альхамдуля Возвышалось Имя Аллаха Произносилась Речь Всевышнего Творца Создателя Бара Калафикум Жазак Махав Мне кажется Вот в эти минуты Если вы позволите Вы сделаете Дуа Мы все скажем Амин Потому что И вообще Мне хочется Подготовить Тезис на План дня Потому как Вы это сказали Поделиться с нашими Подписчиками Вам это присылать Самим Может быть у вас Нет времени И действительно Проект наш Рамадан онлайн Он к тому и призн Чтобы максимально Как-то попробовать Людей адаптировать К Рамадану Дома И Асад Возврат Если это уместно Если Сейчас попросить вас Сделать эту дуа Просто вы просили Немножко заранее Отключиться У нас Произошли Определенные Накладки Если сейчас Это уместно Сделать совместно Дуа Было бы здорово Если нет То Не-не Сделаем Сделаем Давайте Иншалла Видно Ля Нара Калахикум Поэтому Когда мы Делаем дуа Иншалла Прочувствуйте И делайте Иншалла Говорите Амин Кого-то У кого-то Принимается Больше У кого-то Нет Но дай Чтобы у всех У нас Было принято Иншалла Одно Аллахум Аллахум Ника Lahмд Мамм Ника Ника Энт Ника Мет Энт Music Энт Энт Лгitung Рú thriving Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 моргнуть заканчивалось. Уже мы приходили к праздничной молитве. И это, конечно, невероятно. И мы очень надеемся, что этот месяц все-таки будет более растянутым. Опять же, если делать это так, как вы посоветовали, со всеми действиями, мы обязательно тезис составим и вышлем всем. Большое спасибо, Асад Хазрат, и за то, что вдохновляете, показываете пример и раскрываете то, насколько разнообразным и интересным может быть Рамадан дома на карантине, что оказывается это благо в ту сторону, как это делали наши сподвижники во главе с нашим пророком Мир ему. Поэтому искренне желаем всем прекрасного Рамадана. Огромное спасибо, Асад Хазрат. И надеюсь, что посоветуете своим подписчикам, зрителям подписаться на наш проект и следовать вместе с нами в месяц Рамадан. иншаллах, баракаллафикум. Дуа после Ифтара, Аллахума ляка сумна, ва бика амэнна, ва аля риза кика афтарна, заход от дана, ва биталлата ля урок, ва саба тал ажру, иншаллах. Жзак муллахайр вам, азат кэнди, всем братьям и сестрам, иншаллах, примет Аллах от вас и от нас. Иншаллах, да, в будущем мы увидимся в этой жизни и вечности вместе быть вердавшим, иншаллах. Не прощаемся с вами, следуем вместе. Благословенный Рамадан. Саламу алейкум, ва рахматуллах, ва саламу алейкум, ва саламу алейкум, баракаллафикум.